Коллеги, давайте начинать. У нас люди на подходе, многие не сначала будут, поэтому мы ждать не будем. Десять часов наступило. Дмитрий, я тоже прошу, как ведущего, сесть, занять наше место. И первое, что мы хотим сделать, это предоставить слово нашим хозяевам мероприятия, нашим соорганизаторам замечательным библиотеки имени Железнова в лице директора библиотеки Берберова Петра Алексеевича. Коллеги, добрый день. Рад приветствовать всех участников этого замечательного во всех смыслах мероприятия. В моем лице я приветствую вас в Тимирязевке. У нас очень, мне кажется, ответственный момент. Мы, как библиотека, стараемся всегда быть на острие всех информационных событий, которые происходят не только в нашей библиотечной сфере, но и в смежных информационных направлениях. Почему? Потому что, как вот сказал буквально 19 июня наш ректор Трухачев Владимир Иванович, Тимирязевка – это всегда ведущий, первый аграрный. И мы должны соответствовать, идти в ногу. Есть определенный уровень, есть определенные задачи, и для нас это естественно. Поэтому, коллеги, естественно, когда появилась тема искусственного интеллекта, хотелось бы разобраться в ней, получить какие-то вопросы. И когда коллеги из Директ Медиа предложили нам совместно провести данное мероприятие, я был очень рад, потому что я всегда считаю, что какой бы ни была теория, какой бы ни была базовой информации об этом, и очень много сейчас уделяется этой теме СМИ, и очень много об этом говорят различные специалисты, но лучше, когда собираются практики, идет обмен мнениями, можно задать вопрос вживую, да, вот. И это стоит дорогого, это гораздо важнее, чем любые теоретические выкладки. Очень важно тут в названии именно только практика, да, и для меня, наверное, в обучении, потому что мы говорим искусственный интеллект, а что это даст непосредственно в нашей сфере? И, естественно, для меня важно, как мы сможем применять новые информационные технологии в библиотеке. Но для того, чтобы вообще об этом задумываться, необходимо посмотреть, где уже есть успешные кейсы, где мы создали какие-то продукты, да, о которых можно говорить, на которых можно равняться, либо узнать то, что вот сейчас двигается непосредственно вот в ближайшее время. Поэтому я надеюсь, что мы все получим какую-то полезную новую для себя информацию, взглянем немножечко под другим углом на вот такую популистскую, на мой взгляд, тему, и она станет более естественной, интересной, и мы поймем, что мы можем, какие мы плюсы можем привнести в свои направления, в свои направления деятельности. Я очень надеюсь на то, что библиотеки в скором времени тоже какие-то кейсы будут перенимать, и мы, как никакая другая организация, нуждаемся вот в поддержке информационных цифровых технологий, потому что для меня цифра, как говорят, цифровизация – это прежде всего облегчение жизни конкретных сотрудников, это прежде всего упрощение каких-то алгоритмов. Мне не нравится, когда мы говорим цифровизация вообще, не подразумевая какой-то конкретики. Вот очень важно, чтобы за любыми нашими красивыми идеями были всегда очень хорошие и понятные проекты, которые мы можем в голове, так сказать, увидеть, а потом воплотить в реальность. Поэтому, коллеги, я с удовольствием передаю дальше слово нашим основным спикерам, и надеюсь, что на нашей площадке мы будем проводить подобные тоже мероприятия. То есть для библиотеки это не просто нормально, это необходимо. Спасибо, Калина. Я отсюда. Добрый день, коллеги. Павел Калинников, главный ведущий сегодняшнего мероприятия, а я немножечко на подхвате. В моменты, когда он будет сильно занят чем-то, я буду его заменять своим. Искренние слова благодарности, безусловно, Калининской академии за то, что приютило наше скромное мероприятие. Директ-академия проводит серию этих конференций уже на протяжении многих лет. Гиперметод-компания, которая, я представляю, присоединилась к этому в прошлом году. Мы подумали, что действительно явление произошло некое, которое требует какой-то рефлексии совместной. Появление, помните, да, там уже больше чем практически два года назад появился чат GPT, и мир взорвался вдруг. И вот нужно было как-то осознавать, и мы понимали, что наших гиперметодских мозгов недостаточно для того, чтобы осознать происходящее в мире. И предложили вот директ-академии такую коммуникацию, да, в формате взаимодействия. Мы не очень хотели, чтобы наша конференция была, вот доклад вышел, два вопроса задали, да, и разошлись, и после этого ничего не происходит. Мы изначально с Павлом обсуждали формат, когда мы больше обсуждаем тему, которая заявлена, чем отчитываемся о каких-то достижениях. Поэтому я приветствую, прошу вас больше проявлять активность, да, в этом вопросе, и для этого мы здесь собрались, что обсуждать вот эту тематику. Если в прошлом году для всех это было, ну, какое-то, если не чудо, то что-то сверх такое естественное и фантастическое, то в этом году как раз тема практики, то есть она не зря в названии присутствует, потому что время прошло, и уже, в принципе, многие готовы делиться какими-то конкретными результатами, на что я и надеюсь, вот мы сегодня услышим и пообсуждаем с вами в таком неформальном режиме. И, надеюсь, и с теми, кто находится в онлайне. С нами сейчас 232 человека. 232 человека, да, тоже пообсуждают. А, да, 232 человека с нами сейчас в онлайне. Вот, коллеги, еще раз у нас с наступившим сегодняшним днем, слава тебе Господи, погодных явлений никаких не предвидится, да, и нас, даже если бы они предвиделись, да, нам бы было здесь тихо, спокойно, хорошо, мы бы все обсуждали. Вот, Павел. Коллеги, добрый день. Я рад приветствовать вас у наших хозяев, которые нас приютили. Это просто замечательно, что мы проводим сегодня здесь мероприятие. В прошлом году мы были в Санкт-Петербурге, и у нас была первая конференция, посвященная проблеме искусственного интеллекта. А вообще, это четвертая наша конференция под названием DIR. Дир, я расшифрую, что это такое гипер, это от гиперметода, который является нашими соорганизаторами. Дир от директ-академии или директ-медиа нашей компании. Ну, и по совокупности, Дир это означает Digital Intellectual Resources. Вот такая у нас аббревиатура. Вот, я думаю, что мы сегодня плодотворно проведем наше мероприятие. Я, ну, спикеры уже знают, я рассылочку делал. Для всех остальных скажу, что у нас такой формат сдвоенный. Мы сегодня нацелены не столько на... Ну, нет, конечно, нельзя так сказать, что не на сами доклады, да. А доклады и обсуждения у нас в одинаковом ранге идут. Я хочу, чтобы как эксперты, так и участники активно подключались бы к обсуждениям. И таким образом у нас будет практически сплошное такое обсуждение. В данном случае для нашей новой отрасли это очень важно, чтобы обсуждения шли, а не только были доклады без вопросов и ответов. Вот. Наша конференция на самом деле даже немножко международная, потому что у нас принимают участие. Во-первых, у нас очно принимает участие коллега наш из Белоруссии. Во-вторых, заочно у нас сразу после обеда будет двое коллег. Один из Грузии, а другой из Чикаго. Вот специалисты по искусственному интеллекту. Так что мы выходим, мы вышли уже на международный уровень. Ну что ж, я думаю, что с приветствиями мы можем закончить и потихонечку переходить к основной программе. Да, если у кого-то нет организационные моменты, значит, если у кого-то кто-то не успел получить программку, нам программки уже подвезли, и вы можете на регистрации взять программку. Или раздать можно. Раздадим сейчас кому нет. Вот. Программка состоит из двух частей. На первой стороне, собственно, сама программка. На обратной стороне информация о том, как получить сертификат о прохождении данной конференции. Всем оффлайновым участникам конференции я сертификаты уже выдал электронные. Написано, как их здесь получить. Онлайновые участники имеют возможность эту программку скачать у нас прямо из вебинара и, соответственно, посмотреть, как это все тоже происходит. Ну, кажется, все. И давайте мы пойдем по программе. У нас три части. Сейчас вот первая часть. После этого будет обед. Потом у нас начнется... Вторая часть, она начнется нашими онлайн-докладами. Потом у нас кофе-пауза. И, наконец, 15-20, последняя наша часть. И в конце будет подведение итогов. А сейчас я хотел бы узнать, кто из наших спикеров уже подошел. Есть ли у нас Сергей Фролов на месте? Он на подходе, да? А Татьяна Жукова у нас есть? Можно? Можно? Да-да-да, давайте тогда скажите тоже свое слово. И после этого, может быть, уже подойдет наш коллега. Спасибо. Спасибо.